Девушки отдыхают Девушки отдыхают Вы можете приблизить камеру, добившись вида от первого лица, но это не даст вам ощущения полного погружения К тому же вы гренит анимации ваших рук и оружие, которое вы в них держите Это может разочаровать некоторых любителей одиночных игр серии, но боевая система требует, чтобы у игрока был обзор в 360 градусов, чтобы наблюдать за окружающими его врагами Это резонно для многих ММО, но для Elder Scrolls Online особенно, ведь враги будут использовать и силовые атаки и заклинания, которые могут нанести большой урон, если их не избежать Следующий вопрос, который я хочу обсудить, это фраза о 200 игроках, которые могут находиться вокруг вас Zenimax говорили об этом ограничении в две сотни, и многие люди были сбиты с толку, решив, что 200 — это лимит количества игроков, которые могут находиться в Сиродиле Итак, что же означает эта фраза 200 игроков? Что значит 200 игроков в один момент? Zenimax создали собственный сервер, который позволяет игре отображать 200 игроков на экране одновременно Эта цифра не является лимитом для какой-то зоны, она не является лимитом для Сиродила Она просто показывает максимальное число игроков, которые вы сможете видеть на экране одновременно, находясь в бою Раз уж мы говорим о Сиродиле, следует отметить ещё одну вещь В нём одновременно могут находиться две тысячи игроков Это разработчики сообщили в одном из недавних интервью Давайте ещё немного поговорим о Сиродиле и о том, что собой представляют военные компании Атропос, ты не мог бы рассказать об этом поподробнее? Да, спасибо Итак, компании в Elder Scrolls Online по сути работают как и обычные серверы За исключением того, что они распространяются только на PvP-аспект игры Во всех PvE-зонах Elder Scrolls Online мегасервер размещает игроков в соответствии с их игровыми предпочтениями, которые они указали Но в рамках битв между альянсами в Сиродиле вас приписывают к определённой военной компании И как уже сказал Blade, в каждой такой компании может участвовать до двух тысяч игроков одновременно В общем, очень похоже на обычный VMO-сервер Ваша компания станет тем PvP-соопристом, в составе которого вы будете сражаться против одних и тех же противников день за днём Такая преемственность боевых отношений и боевых действий позволит вам заработать определённую репутацию среди союзников в рамках этой войны альянсов Можно будет сменить эту военную компанию, но это лишит ваш альянс очков В общем, чтобы лучше представлять себе, что такое военная компания, считайте их серверами, отвечающими за PvP Другой важный постулат философии разработчиков Elder Scrolls Online состоит в том, что в игре будет предложен вполне традиционный подход к рулевой системе Я не хочу называть её Святой Троицей из-за негативного отношения многих игроков к этому термину Но разработчики постоянно подчёркивают, как важно, чтобы игрок исполнял определённую роль в бою В любой группе должен быть кто-то, способный принимать на себя большой урон и отвлекать внимание врагов от более слабых членов отряда Конечно, вы ещё захотите, чтобы кто-то кастовал целительные заклинания, но и в дополнение к ним всегда полезно иметь игроков, способных наносить много урона В этом смысле, да, ВСО действительно будет Троица, но одно из их основных отличий от классической в том, что вы не заперты в клетке сделанного раннего выбора И оружие, и броню, и навыки можно менять на лету Я думаю, что эта система вполне резонна, так как она позволяет заниматься и создавать таких мобов, которые действительно бросают вызов У разработчиков есть понимание, чего можно ожидать от игроков, действующих в группе Атропос, как ты знаешь, я очень большой фанат модов для Скайрима, кроме тех, которые корзинально меняют игру Я считаю, что моддинг сообщества Elder Scrolls сделает великолепную работу Думаю, надо поговорить о модах Elder Scrolls Online Уверен, что многие, да, 100% игроков хотели бы знать, что собой будут представлять моды Моды вряд ли будут доступны, а скорее всего будут полностью исключены Такие моды, которые меняют, к примеру, перковую систему, или такие вещи, даже как графику или модели персонажей В ESO будут полностью отсутствовать Но Xenimax разрешат игрокам создавать такие моды, которые будут изменять пользовательский интерфейс, например, хот-бар, радар, угол обзора, скажем Что-то такое, что касается непосредственно вашего взгляда на игру Я не знаю, будет ли в игре что-то наподобие DBM для World of Warcraft Xenimax пока даже не сообщили, будут ли доступны моды сразу после релиза, но они определенно заявили, что хотели бы, чтобы моды были Поживем, увидим Давайте поговорим о боевой системе В частности, о том, как будет происходить кастование заклинаний Сегодня разработчики потелились информацией по поводу заклинаний от Ропос Тебе виднее, может ты лучше расскажешь об этом? Конечно Я думаю, один из аспектов, который стоит прояснить, подход к кастованию заклинаний Играя в Skyrim, вы можете кастовать заклинания свободно от оружия рукой В Elder Scrolls Online будет система кастования, схожая с тем, что мы видели в Oblivion Ваши руки будут заняты оружием или щитом, но при этом вы одновременно сможете кастовать заклинания В Elder Scrolls Online на хот-баре у вас есть шесть умений, которые касаются заклинаний или владения оружием и других полезных вещей Их можно использовать вместо обычной атаки ближнего ледального боя При использовании этих умений вы расходите стамину или мана, или даже и то и другое Зато их можно использовать одновременно с навыками, касающимися владения оружием При этом не придется ставить икру на паузу и терять время на поиск нужных заклинаний для всех прочих Последний пункт, который нужно прояснить, и думаю, это будет интересно Тот аспект игры, который очень воодушевляет и меня и Блейда Речь о том, что у экипировки не будет характеристик, свойственных только PvP Те, кто играл, недавно вышедшие ММО, знают о таких статах PvP, оружия и брони, как выносливость, устойчивость, избегание урона и так далее Но в Elder Scrolls Online эти специальные характеристики и экипировки отсутствуют Для меня это действительно отличная новость Я считаю, это убирает границу между PvE и PvP В том плане, что персонаж можно будет развивать всеми возможными способами А ты что скажешь на это, Блейд? Я согласен, согласен Я занимался хардкор-прокачкой в рейдах на протяжении последних 6-7 лет Могу сказать, проводя в рейдах от 15 до 30 часов в неделю и даже больше Я часто слышал от товарищей по рейдам и от сегильдийцев, что у них не хватает времени на PvP Потому что для PvE и для PvP требуется различная экипировка, и это разделяет игроков Игроки PvE проводят в рейдах столько времени, что у них нет времени, чтобы раздобыть экипировку для PvP А PvP игроки могут заниматься только PvP, потому что у них нет времени обзавестись экипировкой, подходящей для PvE Вот почему этот аспект Elder Scrolls Online меня очень воодушевляет, и мне не терпится увидеть, как это работает на практике Да, думаю, это отлично подведение итога беседы Итак, мы надеемся, что это видео развеяло некоторые заблуждения, которые есть в экранном сообществе Мы приглашаем вас следить за новостями о разработке игры вместе с сайтом temrealfoundry.com Спасибо за просмотр